Здравствуйте! Вы на канале новости БП. В ситуации с Алматинским стрелком меня больше всего интересует один простой вопрос. Почему для того, чтобы у нас в стране что-нибудь изменилось, кто-нибудь обязательно должен умереть? Вот взять совсем недавний пример. В мае в Чарынском каньоне сошел Сель, погибло два человека. Одной из причин трагедии называли отсутствие любой связи, не позволяющая быстро сообщить о бедствии. И представьте себе, в августе в каньоне уже и установили вышку сотовой связи. Что, до трагедии никто не говорил о том, что в каньоне небезопасно, и невозможно дозвониться до экстренных служб. Конечно, говорили, но зашевелились только после того, как погибли люди. Или вспомнить страшную трагедию с падением самолета БКИ. Что, до трагедии никто не говорил, что самолеты компании в плохом состоянии. Что их чинят скотчем, что в них масло протекает, шины изношены. Что непонятно, как вообще выдаются этой компании разрешения и сертификаты. Говорили, конечно, и неоднократно. Но деятельность компании приостановили только после того, как упал самолет и погибли люди. Или недавний пример, взрывы на военном складе, в ходе которых погибло больше 10 человек. Еще в 2019 году президент Такаев заявлял о том, что места, в которых хранятся боеприпасы, особенно старые, советского времени, должны быть выведены за пределы населенных пунктов. Не сделали. Видимо, этим займутся теперь. Но для этого должны были погибнуть люди. И вот вчерашняя ситуация. Что, до расстрела алматинским стрелком никто не писал о методах работы ЧСИ. О том, что проблемщики некоторых банков чересчур активно увлекаются тем, что занижают стоимость имущества во время исполнительного производства. Конечно, и писали, и говорили, и обсуждали. А все таки продолжали делать то же самое. И вот, снова погибли люди. Сейчас государство зашевелится. Уже сегодня утром знакомые проблемщики писали о том, что министерство юстиции требует отменять меры обеспечения по исполнительному производству. Если есть жалоба должника, что, вообще-то, полный абсурд. Сейчас, видимо, в очередной раз начнут трясти владельцев гражданского оружия. Что тоже абсурд. Потому что как раз те владельцы, которые известны государству, обычно самые законопослушные, сейчас накажут банк, точнее, кого-то из исполнителей внутри банка. И успокоятся. До тех пор, пока не случится очередная трагедия. Потому что у нас умеют только так. До трагедии, показуха, полное нежелание что-либо делать и работа на свой карман. После трагедии, отчаянное шевеление, напоминающее то, как суетятся муравьи в муравейнике, когда его разворошишь. И такое же бессмысленное. Потом о трагедии опять забудут. Слишком скоро. Потом все повторятся по новой. И я не знаю, где именно полыхнет в следующий раз. Кто именно почувствует себя в следующий раз в безвыходной ситуации. Будет ли это ДТП? Или расстрел в школе? В России в этом году случилось уже два. Или стихийное бедствие, вроде землетрясения. Или криво построенный дом, который упадет. Или очередной самолет. Или грузовик, нарушивший правила и сбивший человека на пути к очередной бессмысленной стройке. Не важно, что это будет. Важно, что, когда это случится, схема будет и та же самая. Будет проблема, о которой много лет говорили, которую можно было решить. Но никто ничего не делал. И в итоге погибли люди. Я не оправдываю стрелка. Он не платил 7 лет. И когда пришли исполнители, он схватился за ружье. И с точки зрения закона, и с точки зрения здравого смысла он виноват на 100%. Но при всем при этом нам не нужно забывать об истинных причинах того, что произошло. А причины эти – коррупция, жадность и полное нежелание и неумение чиновников системно работать, слушать общество и экспертов, которые говорят о проблемах, и решать проблемы до того, как они приведут к трагедии. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!